Всем привет! Сейчас мы разберемся с текстовыми потоками. Мы научимся фильтровать текстовые потоки и немного редактировать вывод, скажем, логов, журналов, сообщений и так далее. То есть работать непосредственно с текстовыми файлами, не меняя их содержимого, а меняя именно их отображение на картинке для нас. Так, тема 103.2 у нас. На этой теме, в экзамене по этой теме могут встретиться три вопроса. Работа с текстовыми потоками. LPEG определяет нашу задачу так. Мы должны уметь фильтровать и корректировать выводимый на экран текст. Ну или текстовый поток. Текстовый поток он называется, потому что это могут быть не какие-то статичные текстовые файлы, а те текстовые файлы, которые у нас постоянно дополняются, обновляются в режиме реального времени. Коротенькая презентация. Мы разберем вот это все количество команд. По каждой из них отдельный слайд делать не нужно, потому что у нас все-таки есть мануалы. Мы будем смотреть мануал каждой команде, выполнять парочку каких-то стандартных действий и думать, как это может пригодиться нам на практике. Я нахожусь уже в полюбившейся нам Ubuntu. И сейчас мы с вами подготовимся к занятию. Мы для начала создадим парочку текстовых файлов. Создавать текстовые файлы мы будем при помощи редактора Vim. Мы им уже с вами пользовались. Если вы как-то прошлые занятия не смотрели, то промотайте и посмотрите, как установить Vim и как им пользоваться. Я напишу сейчас... Давайте для начала посмотрим из прошлого занятия, в какой директории мы находимся. Это домашняя папка моего пользователя. Я работаю от суперпользователя, как вы видите. Как в него перейти, вы тоже должны знать из предыдущих занятий. Создам пару файлов. Прошу прощения, потому что я в нос говорю, я как-то дико простыл. Пишу текстовый редактор и название файла. Файл, видите, пока пустой. Создадим в нем несколько строк. Не знаю, давайте... Зима я напишу. Холодно и печально. Вот такое настроение. Escape, ZZ. И создам еще один файл. Hello2txt. И в нем напишу, не знаю, лето. Так, забываю. Лето. Через табуляцию клавиши Tab, которая находится над капслоком. Жарко. Весело. Какие-то у меня два таба разных получились. Ну, такие табы. Escape, ZZ. Проверяю, появились ли эти файлы. Вижу, что у меня появился файл. Hello2 и Hello1. Прекрасно. С ними будем работать. Значит, первая команда, с которой мы с вами уже не раз встречались, это команда Cut. Посмотрим по ней мануал. ManCat. Cut у нас, вы видите, используется для объединения файлов и для печати их на стандартный вывод. То есть, к нам сюда можно напечатать на картинку, на консоль содержимое файлов. И есть различные опции, которые тут у нас используются. Мы с вами сейчас просто поверхностно пробегаемся по общим возможностям этих команд. Целиком и глубоко вы можете почитать мануал и воспользоваться им. Значит, Cut. Hello1.txt выводит мне содержимое этого файла. Можно написать вывод сразу двух файлов. Hello2.txt Видите, выводится сначала один файл, потом другой файл. Команда Cut, значит, у нас, вы сейчас только что увидели, выводит содержимое файла на экран. И, кроме того, она может объединять файлы. Например, мы можем написать Cut Hello1 и Hello2.txt и передать это все, напоминаю, это стрелочка вправо, если мы передаем что-то куда-то, стрелочка вправо или значок больше, пробел и название третьего файла, допустим, Hello3.txt. И можем посмотреть содержимое этого файла. Теперь Hello3.txt И видим то, что в нем у нас находятся все тексты из двух предыдущих файлов. То есть команда Cut у нас может объединять файл. Вот этот файл Hello3.txt. Для того, чтобы удалить его, он нам больше не пригодится. Воспользуемся командой первый раз и пользуемся rm. Remove удалить. Файл Hello3.txt. Лист. Файла больше нет. Очистим экран. Значит, команда Cut у нас, еще раз говорю, может выводить текст на экран или передавать другие файлы. Вообще, Cut используется в основном именно для объединения файлов в другие какие-то файлы, потому что если попросить его вывести файл целиком, и этот файл будет длинный, он просто нам промотает много-много на экран. Это не очень удобно. Для вывода файлов на экран есть другие команды, мы и воспользуемся. Значит, Clear делаем сами. И разбираемся дальше. Команда Cut. То была Cat. Конкатенейт. Это Cut. Вырезать. Удаляет секции из каждой строчки файлов. Вы видите то, что команда Cut у нас может удалять по различному принципу. По байтам, по символам, по полям и так далее. То есть это достаточно интересная команда, которая позволяет нам вырезать части из файла. Например, если мы с вами посмотрим сейчас еще раз на файл Hello1.txt, мы видим то, что вот этот файл, три строчки, три слова. Мы можем, например, воспользоваться командой Cut с ключом "-c". То есть вырезать символы в указанных позициях и сказать, вырезать в этом файле, скажем, второй, третий, четвертый, пятый, десятый файлы. Это символы Hello1.txt. И вы видите, он у нас урезал те символы, которые мы указали на тех позициях. При этом я должен вам сказать, что это не текстовый редактор и сам файл он не отредактировал. Он отредактировал нам его вывод. То есть если мы снова выведем команды Cat файл Hello1.txt, вы видите, он остался неизменным. Все команды, которые мы сегодня будем использовать, они не трогают сам исходный файл. Они редактируют его вывод для нас. Для редактирования самих файлов есть текстовый редактор, с которым мы будем еще разбираться дальше. Увидели, как он, собственно, отрезает файлы. Для чего это может нам пригодиться на практике? На практике мы можем таким образом вырезать колонки, столбцы или какие-то лишние для нас в данном случае символы и слова в каком-то конкретном логе или в какой-то конкретной таблице. То есть мы можем выводить на экран только то, что нам нужно. Например, у нас есть лог каких-то событий, которые фильтруются по дате, по времени, по источнику событий. И мы можем оставить, например, только источник события и дату и просмотреть вот таким образом содержимое этого файла. С этой командой закончили. Следующая команда Expand. Редко используется. Man Expand. Она просто-напросто превращает символы табуляции в пробелы. Командой Q я выхожу из мана и показываю вам. Мы, если вы помните, файлы hello2.txt делали разделители табами. То есть если я попробую выделить это место, видите, это не несколько пробелов, а сразу один таб. Табуляции, символ табуляции. Если мы хотим их убрать, мы можем написать Expand hello2.txt. И тогда вы увидите, что у меня символы табуляции превратились в пробелы. Вот они, видите, по одному я могу их выделить. Для чего это может быть нужно? На практике мы можем использовать множество ключей, которые есть у этой команды и превратить, допустим, один таб в 20 пробелов. Или наоборот преобразовать их потом обратно в табы. То есть если у нас есть какие-то, допустим, файлы, в которых есть некоторые столбцы, расстояние между которыми разделено табами, мы можем это расстояние увеличить или уменьшить. То есть конвертировать табы в пробелы и обратно. Чтобы обратно, я вам команду покажу. Она будет дальше. То есть мы можем таким образом превращать табы в пробелы. Команда Expand. Чищу я ее. Теперь следующая команда. Формат. Это текстформатер, как у нас здесь написано. Это очень такая серьезная, сложная команда. Она умеет по различным способам форматировать вывод текста. Мы сейчас посмотрим такие самые распространенные его варианты. А так вы можете всегда посмотреть мануал. Опять же смотрим. Hello1.txt. Три у нас строчки. Можно написать просто без ключа формат. Hello1.txt. И тогда вы видите, он все это объединит в одну строчку. То есть формат без указания ключа, он игнорирует все символы переноса каретки. То есть все энтеры и переход на новую строку он нам сейчас убрал. Мы можем сказать ему, чтобы он нас отформатировал этот текст так, чтобы у него на одной строке было не больше пяти символов. Но это без переноса. То есть если у нас первое слово будет символов на 20, он его не будет трогать. Если у нас будет два слова по два символа, он их оба оставит на этой строке. То есть вы видите, сейчас у нас как бы ничего не поменялось. У нас и так по пять символов на каждой строке. Но если мы ему скажем, что мы хотим, допустим, иметь на одной строке 10 символов, то он уже возьмет и распределит нам текст так, что у нас на каждой строке будет не больше 10 символов. При этом, опять же, не перенося слова. Таким образом мы можем просматривать длинные логи в удобном для нас виде. Потому что, вы знаете, лог обычно может уходить куда-нибудь очень сильно в сторону. А через команду формат мы можем его разбить в удобный абзац для нас. Следующая команда. Head. Голова. Показывает первую часть файлов. То есть очень удобная такая команда для просмотра того, что было в начале файла. Если мы с вами, как я и говорил, команды cat, в которой мы обычно просматриваем файлы, будем просматривать, допустим, лог событий системных. Лог системных событий на следу папки varlogsyslog. То, вы видите, это вот такой вот поток. И мы должны его мотать, 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 чтобы куда-то вернуться и посмотреть. Поэтому команда cat редко используется для вывода текста. Вместо этого можно использовать команду head. Давайте я, наверное, подниму лучше вот так вот вверх. И напишу head. И по умолчанию он нам показывает, что вы видите, первые 10 строк этого файла. То есть то, что происходило в самом начале, когда я эту систему установил 11 ноября. Если мы хотим посмотреть, допустим, больше или меньше строчек, мы можем указать ключ минус N, минус номер. И, скажем, показать первые две строчки у меня только. И он покажет только первые два события. Соответственно, мы можем показать больше и больше событий. То есть если нам нужно в каком-то длинном файле посмотреть его начало, то мы используем команду head. Это может быть лог событий в данном случае, чтобы смотреть что-то старое. Или какие-то логи, которые наоборот дописывают сначала все, что происходит. Чищу экран. Следующая команда. Мы идем по алфавиту. O.D. Превращает у нас файлы в другие форматы. То есть, грубо говоря, это конвертатор. Мы редко им пользуемся на практике. Я, по крайней мере, может, кто-то и часто им пользуется. Если мы возьмем наш файл hello1.txt вот мы видим этот файл. Мы можем его по умолчанию превратить, допустим, в восьмеричный код. Hello1.txt То есть, если мы не указываем, какой ключ, это перевод восьмеричный код. Видите, вот так вот выглядит у нас это все в восьмеричном коде. Мы можем превратить это в символы, допустим, аски наши. Что это такое, вам пока не нужно проникаться. Вам нужно понимать просто то, что у нас есть вариант перевода текстов в другой формат. Вот вы видите, как выглядит это в символах аски. То есть, у нас буквы разделены пробелами, переход на новую строчку. Все разделено вот таким вот образом. То есть, эта команда нужна для перевода информации, которая записывается, допустим, в двоичном виде, в понятный нам. Или наоборот, из понятного нам в какой-нибудь восьмеричный или шестнадцатиричный, который будет понятен какому-нибудь определенному программному обеспечению. То есть, команда у нас форматирует вывод текста. Чистим. Следующая команда join. Давайте посмотрим, что она делает. Объединяет она у нас строчки файлов по общему полю. Чтобы понять, что это такое. Вы видите, опять же, немного ключей. Но она объединяет файлы. Нам нужно создать парочку файлов. Давайте создадим файл, допустим, один текст, потому что те нам не подходят, в них нет общих полей. И напишем в нем, допустим, один красный, два, не знаю, желтый, три, зеленый. И создадим файл, два текста. И в нем напишем, допустим, один носки, два рубашка, три юбка. Так, скерт же юбку у нас. Окей, that's that. Создали с вами два файла. Если мы с вами напишем сейчас join1.txt2.txt, видите, он у нас объединил эти два файла по единому полю. То есть он у нас в самом начале написал совпадающие поля. А справа написал часть из первого файла и из второго. То есть у нас красные носки, желтая рубашка, зеленая юбка, например. Это все очень удобно для слияния каких-либо файлов. Допустим, у вас опять же есть, может быть, какой-то лог событий. И лог других событий, вам их нужно сопоставить, допустим, по полю времени. И вы можете это сделать при помощи команды join. Ну или это просто вы для себя ведете какие-то события в табличном виде. И для сопоставления можете использовать эту команду. Чищу экран. Команда less. Эта команда у нас, вы видите, написана противоположная команде more, до которой мы еще не добрались по алфавиту. По сути, это команда, которая у нас позволяет читать файл. Тут у нас написано то, что она намного больше позволяет делать, чем more. Но мы еще с more не разбирались. Давайте я вам просто покажу, что умеет делать less. Значит, еще раз. Если мы с вами воспользуемся командой cut для просмотра var, log, syslog. Сколько там у меня логов. У нас вот такой вот бешеный вывод. Если мы воспользуемся вместо cut командой less, он даст нам возможность листать этот файл. То есть мы можем нажимать page down и просматривать это все по страницам. Вы видите, постраничное перелистывание. Это намного удобнее. Особенно, если мы работаем в какой-нибудь консоли, где у нас нет мышки со скроллом, например, и никакой скроллинг не работает. Сейчас мы сидим на рабочем столе Ubuntu, и мне удобно скроллом покрутить. А в какой-нибудь пути мне это будет делать очень неудобно, и здесь команда less будет не заменена. Кроме того, less может у нас еще искать какие-то поля по файлу. То есть это не текстовый редактор, но очень удобная команда вывода. Очищаю экран. Следующая команда nl, number lines. Просто нумеруют строки. Простая команда. То есть вот у нас опять наш файл hello1.txt. Такой вот. Мы можем сказать, пронумеровать линии в файле. Hello1.txt. И он вот так вот нам их спокойненько пронумерует. Это может пригодиться где угодно, как будем делать какие-то серьезные задачи дальше по практике. Будем часто применять. Следующая команда. Очистил экран. Команда past. Вставка. Команда вставка у нас умеет построчно вставлять какие-то строки файлы. Объединяет строки файлов, как называется у нас где-то все в мануале. То есть, напоминаю, у нас есть с вами файл 1.txt и файл 2.txt, которые мы с вами уже объединяли командой join. Команда join у нас с вами объединила их по единому полю. Если мы воспользуемся вместо join пастом, 1.txt и 2.txt, то у нас он не будет объединять поля, а просто объединит файлы. Причем вы видите, он объединяет их построчно, что очень удобно. То есть, у нас объединяются первые строки, вторые строки, третьи строки и так далее. Опять же, когда мы сопоставляем какие-то события, файлы, это может быть удобно. Очищаю экран. Следующая команда prprint показывает, как будет выглядеть текст при выводе его на печать. То есть, конвертирует текстовые файлы для вывода их на печать. Если мы напишем, например, pr hello1.txt, то мы увидим, я скроллом прокручу вверх, то что вот так вот будет выглядеть наша страничка. Наверху текст, время, название файла, страница 1 и текст. Если мы точно так же напишем вывод нашего лога событий, вдруг мы захотим распечатать лог событий, то вот так он будет выглядеть. Он нам показывает то, что 127 будет страниц событий, и на каждой странице будут вот эти вот события. Вот так он будет конвертировать это на печать. Чищу экран. Следующий инструмент, достаточно мощный, интересный инструмент. Stream Editor. Потоковый редактор для фильтрации и трансформирования текста. Это практически полноценный редактор файловый, только, опять же, он не редактирует файлы, он редактирует именно их вывод для нас. То есть, если мы возьмем наш файл 2.txt, вот так вот он выглядит, мы можем, например, я просто одну покажу команду, потому что потенциал бешеный, заменить, для того, чтобы заменить, ключ минус и, используем апостроф, говорим заменить слово, какой у нас там есть носки, socks, на слово, допустим, люди. И закрываю. Вот такой синтаксис этого файла. В файле 2.txt, то есть не у файла, а у команды. И смотрю, что получится. О, он должен был мне вывести. Господи, простите, я почему-то set написал, он установил сейчас мне практически переменную. set. И вот у меня вот эта команда заменила слово носки на слово люди. Тут у меня ошибка была в том, что я set написал вместо set. Вообще говорю, мощности бешеные. Можно текстовый вывод подменить для себя как угодно. Сократить лишние слова, заменить нужные слова на псевдонимы, отредактировать, отрезать, добавить. Все это делает set. stream editor, потоковый редактор. При этом содержимое файла, напоминаю, у нас не меняется. Меняется только у нас вывод для нас его на экран. Следующая команда, команда sort. Сортируют у нас строки в текстовых файлах по какому-то признаку. У нас была уже команда nl, которая нумерует строки. Сейчас разберемся с сортировкой строк. Если мы напишем hello1txt файл, мы видим, вот у нас есть файл из трех строчек. Можем сказать, отсортировать этот файл без указания конкретного ключа. Если мы не указываем конкретный ключ, у нас сортируются все строчки по алфавиту. Видите, он отсортировал, поставил по алфавиту строчки. Можем сказать, например, отсортировать по алфавиту, но в обратном порядке. Видите, он опять развернул это все и отсортировал в обратном порядке. Нужно сказать, что это очень удобно вообще для сортирования файлов. И самое главное, это интересно все использовать совместно с другими командами. Например, отсеять что-то лишнее, заменить какие-то слова, сопоставить два файла и отсортировать их в алфавитном порядке. То есть функционал у нас бешеный. На практике, когда нам нужно действительно часто работать с Linux, мы начинаем эти команды часто использовать. Сейчас в обучении мы просто с ними знакомимся. Следующая команда. Это у нас split. Команда у нас, вы видите, бьет файл на куски. Как она это делает? Эта команда уже непосредственно работает с файлами, но опять же исходный не меняет. Например, разбить, давайте наш файл возьмем 1txt. Вот так он выглядит. Разбить этот файл по строчкам. Ключ минус aligns по две строчки. И, собственно, какой файл. И видим, что у нас появились два новых файла. xa и xab. Глянем на них. xa. Это первые две строчки. xab это, грубо говоря, вторые две строчки, но у нас всего три строчки, поэтому только вот так. То есть, таким образом мы можем с вами взять, например, и побить длинный лог на составляющие его файлы, чтобы у нас не было, допустим, какой-нибудь лог мегабайт на 200, бешеный, безумный. И мы можем побить его по строчкам. Давайте я сейчас грохну эти файлы. rm.xa и rm.xab. Убеждаюсь, что их нет. И, так как я говорил, если у нас есть, допустим, какой-то здоровый лог, мы можем взять и разбить этот файл не по количеству строчек, а по размеру. Допустим, по размеру в байтах, по 5 байт, побить этот файл. Лист. И вы видите, он разбит уже по байтам у нас. Можем посмотреть первый из них. Вот так вот он выглядит. Так, конец уже виден. Следующая команда, tail, до буквы т добрались. Хвост. В отличие от команды head, она показывает последнюю часть файлов. То есть head у нас показывает первые строки, tail у нас показывает последние. То есть мы можем сказать tail и тот же наш var.log.syslog. И он нам показывает последние события от сегодняшнего числа. Вы видите. Можем сказать ему, покажи нам последние 5 событий. Но событий все равно у нас только 3. Давайте скажем ему, чтобы он не локтис-лок смотрел, а какой-нибудь the message. The message в нем побольше событий обычно. Вот он нам показывает последние 5 событий. Вот он нам показывает, если без указания ключа, последние вот сколько событий. Можно сказать ему из интересного, показывай нам. Давайте вернемся с сис-логом. Чем хорош tail показывает нам события вживую. То есть если я ему скажу показывать последние события вот так вот. Вот нам их показывает. Если мы, допустим, в этот момент выдернем сетевую карточку из моего virtualbox. Он нам показывает то, что вот link is down. Лоткну ее обратно. И сейчас, когда он ее подцепит, у нас опять же об этом появится событие. Пока нажму Ctrl-C, пусть выходит. Следующая команда. Tier. Переводит или удаляет символы. Что это значит? Мы давайте тут уже будем работать с текстовым выводом напрямую. Например, у нас есть echo hello. Echo hello. Выводит hello. Можем сказать, echo hello, символ пайплайна над шифтом находится. С нажатым шифтом вертикальная прямая черта. То есть вывести нам на экран hello, при этом выполнить трансформацию команды tier и трансформировать заглавные буквы, вот так это выглядит, в прописные. И он hello нам напишет с маленькой буквы. Можем сказать ему превратить, допустим, маленький L в большие L. И он напишет hello, видите, с двумя большими L. Можем сказать ему удали вообще букву L из hello. И он напишет hello нам вот так вот. Можем сказать ему объедини соседние буквы L. И он напишет нам hello с одной буквы L. То есть это такой мощный инструмент под трансформацией текста. Он работает непосредственно с символами, ключей у него полным-полно. Можно посмотреть их в мануале. Чистим экран. Следующая команда. Помните, у нас была команда expand? Это unexpand. Работает наоборот. Превращает пробелы в табы. То есть, в принципе, она нам нужна в основном для связки с expand. Где мы там с вами работали? С какой текст у нас был? Бум, с пробелами. Да не важно, чего угодно. Напишем unexpand, 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 минус A, hello, два тексти. Я неправильно написал unexpand, да, опять? Unexpand. Вот так вот она выглядит. Но у нас как бы и так были табы, поэтому табы и остались. Если бы у нас был какой-то текст с пробелами, у меня просто его нет, он бы превратил пробелы в табы. То есть, суть в том, что, как я и говорил, она работает вместе с командой expand. Когда у нас есть какие-то, допустим, несколько строк, несколько столбцов файли, и мы хотим их раздвинуть, мы можем этими командами превратить, допустим, один таб в 10 пробелов, а потом мы 10 пробелов, скажем, в 6 табов, наоборот, и таким образом раздвинуть. Или наоборот, можем сказать, один таб превратить в один пробел, и это все уменьшится. То есть, команда expand и unexpand работают вместе, и в основном для движения и раздвижения столбцов. Это их основное применение. Чищу экран. Следующая команда unique. Она у нас ищет уникальные и дублирующиеся линии, наоборот. То есть, смотрит, что у нас есть в строчках одинакового и разного. Допустим, если мы возьмем наш файл, теперь я возьму его vim.1.txt, и допишу в него повторяющуюся строчку 1.red. Сохраню содержимое файла. И говорю ему, покажи мне только уникальные строчки, только те строчки, которые встречаются один раз в этом файле. Так, я уже начал уставать и ошибаюсь в синтезе. И он, видите, показывает нам только уникальные строчки. Скажу ему, покажи мне количество, может быть, повторений, каких-то есть в этом файле. И он показывает мне то, что строчка 1.red у меня встречается два раза. Могу ему сказать, покажи мне только дублирующиеся строчки. И он показывает мне только строчку D. Могу сказать red. То есть, покажи мне наоборот, только неповторяющиеся линии. Ему покажут только неповторяющиеся линии. То есть, опять же, если у нас есть какие-то файлы с дублирующейся информацией, мы так вот можем эту информацию проглядеть, посмотреть. Работают обычно в связке с остальными командами. Сколько у меня осталось команд? Последняя команда. Поздравляем нас всех. Команда wordcount.vc. Вот руквозят. Показывает количество строчек, слов, байт, чего угодно для каждого файла. То есть, считает количество символов. Прекрасная команда. Несложная. Тот же файл 1.txt. Показывает то, что в нем 4 строки, 8 слов, 29 символов. Можем сказать, нам не нужно так много информации, покажи только количество слов. И он говорит, 8 слов. Можно сказать ему, а возьми-ка мне, и вот в этой папке посчитай вообще все, что происходит. И он мне берет и считает в каждом файле, который есть в этой папке, сколько чего. Папки сами, само собой, не трогать, потому что он работает с файлом. Прекрасно. Закончили. Проделали мы с вами прекрасную работу. Разобрались с огромным количеством встроенных команд Linux, которые позволяют нам редактировать текст-вывод. Подведу итог. Эти все команды нужны для того, чтобы редактировать вывод файла. То есть, они не меняют содержимое самих текстовых файлов, но могут в удобный для нас вид перевести эти файлы, чтобы мы на экране могли их отсортировать, сдвинуть, раздвинуть, объединить, разъединить, побить на части и разобраться. Не страшно, если они у вас все в голове не сохранятся. Это нужно знать для экзамена. На практике вы рано или поздно придете к тому, что их использовать все равно будете. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Полчаса мы сегодня на урок потратили.